Привет, дорогие мамочки! Сегодня хочу с вами поговорить о том, каким образом можно весело учить иностранные языки с детками. Меня зовут Елена Антонюк, я автор проекта «Все дети гений» и «Мама двоих замечательных детей». С ними мы занимаемся с самого момента рождения интересными физическими, интеллектуальными, творческими занятиями, которые абсолютно простые, короткие и, соответственно, очень веселые. Дети любят познавать мир через игру. Кроме того, помня о том, что наши дети познают мир через физический опыт, и чем больше физического и сенсорного опыта, тем быстрее развивается ребенок, соответственно, все занятия мы строим, исходя из этого принципа. Подписывайтесь на канал «Все дети гении», ставьте колокольчик, чтобы не пропустить самое важное в развитии вашего ребенка. Очень часто слышу вопрос, когда нужно начинать изучать иностранные языки. Дело в том, что карта языков у детей прописывается с момента рождения, то есть, когда ваш ребенок родился, он уже впитывает и воспринимает те слова, которые он слышит. Он уже начинает изучать язык, который его окружает. Соответственно, помня, что формируются нейронные связи с огромной скоростью у маленьких детей, мы можем давать ребенку много нового, интересного, но главное, чтобы оно было с большим количеством физического и сенсорного. Если вы разговариваете со своим ребенком, он начинает изучать язык. Естественно, в процессе разговора и в живой коммуникации процесс изучения языка идет максимально быстро. Однако это не мешает вам добавлять и другие средства, такие как прослушивание английских песен, прослушивание английских книг, которые вы можете всегда найти на YouTube. В том числе и у нас на канале вы можете найти сборник книг, которые я читаю на английском языке для ваших деток. В этом видео я покажу простую игру, которая задействует физический опыт, когда дети трогают, щупают, пробуют и, соответственно, начинают запоминать и проговаривать. Постарайтесь не просто сухо давать возможность ребенку запоминать какие-то вещи. Обычно наши дети учат новые слова, когда они щупают, пробуют фигурки разные, рисуют, перебирают или каким-то образом взаимодействуют ручками с предметами, с которыми они играются. Также можно играть вот таким вот веселым, простым образом, когда дети перебирают карточки. Мы делаем периодически тематические недели с карточками Глана Домана, когда от 10 до 20 карточек вы можете повесить на стеночку. И, проходя мимо этих карточек, вы просто быстро, поочередно называете то название, которое есть. Это помогает ребенку визуализировать то, что он видит, и связать это с тем, что он слышит. Потихонечку дети таким образом мучат язык. Постарайтесь не тестировать ваших детей. Дети не любят, когда их проверяют. Поэтому, естественно, вы даете ребенку знания, и даже если вам кажется, что он вас не слушает, не воспринимает, старайтесь не давить на него, чтобы он повторил прямо сейчас или сделал это как-то. Когда ребенок уже включается в процесс, он сам с большим удовольствием начинает повторять определенные слова. Главное, чтобы это не выглядело как давление на малыша. Особенно это правило важно помнить в период отрицания двухлетнего возраста, либо в период кризиса, когда ребенок отстаивает свою позицию делать по-своему. Итак, подписывайтесь на канал, а также присоединяйтесь к нашим простым играм на английском языке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!